здравствуйте у нас сегодня по моему 16 мая в общем я сейчас прогулки пришла все погуляла все классно было здорово хоть и пасмурно но все равно около моря запах моря то что ты вот идешь и вот опять вот эта мысль что господину не надо жизнь мерить на деньги почему вы их все время вот все это вот иногда кажется что люди вот наши они не существуют не живут не ради себя не своих удовольствий а ради того чтобы пыль какую-то пустить в это в глаза окружающим то есть вот тут вот есть я живу испании меня значит все должно быть там вообще от марки и там тыры и все вот но испания же это тоже просто страна который тоже живут простые люди и я простой человек я радуюсь того что я вышла погуляла я радуюсь я счастлива я не знаю ну что что у меня в кармане нет сейчас денег и мы не знаем что завтра почему-то знаете у меня такого какое-то все время ощущение что все будет хорошо все будет хорошо мне кажется что сейчас мир поменять и все будет хорошо у меня это у меня и до коронавируса вот это такое было впечатление что мир поменяется его применяется в лучшую сторону мне вот лично вот так вот мое внутреннее состояние мне вот так это говорит сейчас я хочу продолжить тему про марину иванову про марину иванову она мне нравится потому что она точно так же как я имеет радоваться мелочам ну вот ну такой человек она оптимистка хоть ей очень тяжело уже понимаете ей очень тяжело конечно ее со всех сторон обсуждают осуждая то что вот дочь и выросла на украине старшая одна маленьких дочерей растила она одна в италии понимаете вы нельзя вот так вот это взять и начинать человека осуждать она все дело помогала старшей дочери старшая же точно не обозлилась на нее нормальные отношения значит она же не пропала как-то вот из жизни дочери а прямо принимала участие все время посмотрите на все это ссылки посыланы все время все делала знаете жизнь она вот жестокая очень жестокая штука особенно если женщина осталась двумя маленькими детьми ну куда как бы вот она поехала она и билась чтобы вот этих детей прокормить и я считаю что в этом случае ну да можно сказать что она не подумала она совершила глупость а кто не совершает глупости кто не совершает мы по молодости все какие глупости наделали это стыдно вспоминать что натворили почему натворил то что не было житейского опыта не было рядом человека который бы посоветовал не было как бы она же что много раз говорю что ягод вот вот осталось у меня детьми начала биться как вот ну вот куда вот куда куда сунуться ведь она начала и она правильно ли что я начала начала потихоньку биться за своих дочерей все таки все таки она миру все равно подарила 3 хотя бы за это надо человеку сказать спасибо что она 3 прекрасных дочерей и родила то есть я считаю что зря люди осуждают не нравится как она радуется точно так же мелочам как на радуется что котятки такие хорошенькие и в общем она молодец она мне всегда нравилась ну мне всегда хочется сказать посмотрите на себя в зеркало сами потом давайте всех кругом осуждать марина хороший порядочный человек она не то не корыстно она не какая-то там подлый человек нет по ней сразу пишла открытый человек до не всегда умна поступал они все сейчас тоже не всегда умна поступать такой человека я не а сразу скажу что каждый человек сам отвечает за свои поступки которые совершил он сам и и марина отвечает есть и все дверь чают в свои поступки и вы прежде на себя посмотрите в зеркало потом начинаете это вот просто читает страшно комментарии вот все сидят а все сұли ты суд привет и только пользуется тем что они их-то никто не осудил потому что они под никами сидят под какими-то так вчера мне смешно было когда смотрела вот ее последний этот трансляцию там некоторые женщины вот видимо возрастом там 60 плюс я думаю которую вообще не разобрались ютубе не знаю что такое youtube они значит зашли под марина же часто много видео они за вчера зашли под видео ну например а сегодня они подходят сегодня же новое видео они видимо не понимать что это новое видео и подходят под него игры то есть и мои комментарии удалили вообще смешно и меня тоже такое же было неknow justo тогда тоже такой же было мне значит пишут вот я написала комментарии вы удалили я главы под этим видео написали это я под этим видео а потом когда как бы идешь оказывается что этот комментарий вообще написано уже совершенно то есть люди даже не помню где они сами там написали комментарии потом а сами же ошибаются сами что же строчат я тебе написал комментарий ты их сердце удалил и потом я начинаю скатить пожалуйста не просто видимо люди не успевают чтобы так много видео выпускаем а это болезнь уже это когда мне написали ты так много видео выпускаешь чтобы деньги зараз меня нет муж мне просто это нравится просто нравится хоть как у меня грязью поливать мне вот это нравится и хочу закончить это видео вот этом тем что вот почему же его марина из вот эта елена елена павловна или не яна павловна как она открылась не такой не помню о чем мать отлично она melena павловна враге она вот как бы с ней общается ну потому что вот я думаю что они как бы на одной волне они одинаково мыслят они ну и что что мать отличника вот эта елена помогает марине а что в этом плохого прекрасно пусть у марина развивается канал пусть марина будет побольше денег она побольше может дать своим дочерям где-то страшно ведь это итальянец же не оплачивает никакие алименты ничего при том человек обеспеченный и вот чтобы достать унизить марину вот он еще и это и лишил ее средств но это знаете это мужчина так делают в надежде что вот к ним приползут начнут плакать просить это же ему надо не то что у него нет денег а он хочет чтобы вот марина опустилась на колени начала у него просить а марина наведите она такой человек гордый и любой ситуации понятно на сама выходит из любых положений страшных это вот хотя бы это вот даже должно быть там людей вызывать уважение и вот это все время вот она там пьет вот она пьет ну что она пьет где она пьет ну и что что синенькие под глазами не была подружка в школе одноклассница это у нее страшные тоже были синенькие под глазами это же не значит что моя одноклассница пила она маленькая была и там сколько там 12 лет было синенькие были страшных глазах это может быть она не посыпает может быть она все-таки нервничать все равно вот тут сидит чайка и выпрашивают у меня хлебушек вот и вот почему они вот ну потому что все равно вот это хоть как вы не будете относиться вот к или не павловой матери отличника это все равно женщина с опытом она все равно житейской опыт у меня очень большой она очень харизматичная она такая очень смелая женщина хоть она конечно и вызывает какое-то вот отвращение антипатию конечно ужас то что она вот иногда снимает какие-то страшные смотришь думаешь зачем это такое смотрю вот но я считаю что мать отличника она как бы она знает как задеть публику и она знает как на этом заработать вот и все она зарабатывает деньги и и я наоборот радуюсь когда вот марина говорит вот вот я сегодня пока а что лучше это было чтобы она вот сама вот марина в своем соку варилась что то зато опытная женщина все-таки и правильно подсказывает что ты вот это сделать я вот это вот это все равно по марине это стало видно по морей не стало как марина стал общаться с елена повнимой так я её буду назвать все она поменялась посмотрите она кухню замечательную марина себе сделала то есть она перестала что то ждать огромное вот мне кажется вот огромная вот ошибка женщин что они все время сидят и что-то ждут я ждут и ждут и сколько можно ждать не надо ждать надо по чуть-чуть там не получилось как бы ну что то делать но хотя бы каждый день что-то как бы вы наметили себе цель мечту вы сделали панно мечту но просто сидеть на панно смотреть не реализуется так надо как бы информацию искать что-то делать что-то как-то какие-то шаги предпринимать и знаете и вот когда начинаете какие-то шаги предпринимать то бог обычно он как бы указывает дорогу мне вот по крайней мере вот дорогу к указывал все время чтобы я как чтобы я попала в испанию то есть у меня там такие были истории я раньше рассказывал не знаю если хотите основа по новой все это расскажу в общем я решила делать не такие длинные видео чтобы не говорили что они занудные но вот это мое мое личное мнение моем личное мнение то что ну почему марина выставляет этому потому что она на эти деньги живет что плохого она не пошла же не грабит не проституции не занимать ну что она показывает свой будет что что он там такого страшного показала котики цветочки там отношения с бывшими мужьями вы же все это безумно любите все это хотят смотреть и все и осуждают и осуждают зачем зачем посмотреть еще раз я хочу посмотрите на себя в зеркало вы что все идеальные что у вас прямо вот все вот это катилась что ли как по горочке нет нет не зря живут даже вот есть такая пословица что если бы как а пословица если бы молодость знала если бы старость могла понимаете как вот это вот как если бы молодость знала то есть мы всегда буду если бы вот я бы вот в молодости знал то что я сейчас знаю насколько бы жизнь может быть изменились так насколько но она вот так пока ты себе не набьешь шишек пока ты не пройдешь через все это дерьмо вот оно так и обычно еще молодежь я заметила они не слушают когда пытается взрослые ну как бы образовывать они встают в позу и не слушать и когда сами себе уже как бы граблями по башке надавали тогда вот ему начинают как-то слушать это вот это мое мнение вот когда я смотрю марину когда смотрю мать отличника я не смотрю я когда смотрю как как она там рассказывает про мать отличники то что-то на участворе трансляции стала вот ее защищать ну я думаю что мать отличника не надо защищать у нее у нее такая концепция канала у нее канал все время скандал ну вспомнить то на стринге отдела на пижаму то она из ванны и раком вылазил то она значит какие-то страшные бижутерии на пальцы нацепила и пальцы как сосиски у нее стали сидишь и думал господи чуть человек совершенно ничего не видит что ли ли то что она там платье какие-то странные короткими для тогда посмотрела случайно в инстаграме я в инстаграме когда вот смотрю там же маленькие такие видео и она вышла в таких своих формах страшных кровь в платье в коротком и это все делается вот для привлечения аудитории то есть вот это показывает о том что а что нужно публике вот что нужно публике то публика и получает и почему потом скандалы такие почему разоблачение всякие публика что ищет то и получает вот смотрите вот я напишу сейчас здесь какое-то скандальное название этого видео и сюда побежит народ а там где я напишу котики цветочки испания пляж там никого не будет сами сами же провоцируете блогеров это делать а потом еще с таким просто возмущением невероятным да что это да как это да почему это да потому это в общем до свидания я очень высказала на свое мнение об этом скандале который сейчас происходит и выставлю я сейчас первая часть поставлю потом это будет вторая часть но и решил так чтобы не это долго людям занудно смотреть у нас молодежь только клиповая такое мыши ну мышление не долго не могут уж надо маленький очень видео ну ладно до свидания пишите свое мнение высказываетесь в корректной форме если вы не пишите мне что как я штамм как я разговариваю и как медленно и и занудно не занудно не нравится выключил и прошел в сторону все как просит кушать она вот как просит кушать до чайка такая сейчас я вам ее покажу вот она чайка чуть камеру не это не разбила сейчас уронила вас сейчас я тебе дам хлебушка сейчас мне тут конечно подписчики заругают опять ой смотри кучу кто это там на чайку так ругается на чайку ругается боже слава бог камеру это схватила она мне полетела вместе вот с этой штукой видите я не успела схватить за это за шнур вот такая сидит у них сейчас этот период брачная и так орут вот эти а вы бы не дали что ли хлебушку мне жалко например и ладно до свидания